Антивоенный плакат в прямом эфире Первого канала. Таким образом, редактор Марина Овсянникова выразила свой протест против войны в Украине. Это длилось всего несколько секунд. Первый канал оперативно дал в эфир следующий сюжет, а трансляцию на сайте уже через несколько минут невозможно было отмотать назад. Но видео моментально разлетелось по социальным сетям и стало одной из самых обсуждаемых тем в российском Твиттере. Перед акцией Овсянникова записала видеообращение. В нем она назвала войну в Украине преступлением и объяснила свой поступок. Мой отец украинец, моя мать русская, и они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну, и наши братские народы еще смогут примириться. Девушку немедленно задержали. В ее отношении ввелась доследственная проверка по новой уголовной статье о фейках про российскую армию. Максимальное наказание по ней – до 15 лет лишения свободы. Оперативно после задержания Овсянникову обнаружить не удалось. Адвокат Даниил Берман рассказал ДВ, что побывал в ОВД Остангинского телецентра и в Следственном комитете, но не смог ее найти. Овсянникова – мать двоих детей. По словам политолога Аббаса Галямова, то, какой эффект будет иметь эта история, будет зависеть в первую очередь от действий властей. Если они принципиально проигнорируют происшедшее, если не будет никаких юридических последствий, если не начнется сейчас, не возбудят уголовное дело, не будет суда, не посадят ее, то тогда, конечно, революция, так сказать, все не станет. А вот если, значит, этот повод, новостной повод превратится в такой долгоиграющий, если начнется следствие, потом ходим на процесс, ну тогда, конечно, Овсянникова будет героизирована, она станет такой, знаете, русской жанной дарк. Он считает, что такие поступки важны для привлечения колеблющихся. По его словам, это часть более широкого тренда. Накануне против войны выступил президент Международной шахматной федерации, в прошлом занимавший в Истокии посты в Кремле и правительстве Аркадий Дворкович. Ранее это сделали российские бизнесмены Олег Дерипаско и Михаил Фридман. Вот этот шок, расколов все общество, он тем более расколол элиты, и те, кто чуть более дерзкий, и кому, ну там, кто слишком тесно завязан, особенно на Запад, типа Фридман, там, да, они, конечно, уже озвучивают свою точку зрения, и число этих людей растет, и дальше, наверное, будет расти, можно предположить. Поступок сотрудницы главного государственного канала вызвал бурную реакцию в России и за рубежом. Многие выступили в ее поддержку. Ее называют героем, а ее поступок – смелостью. Среди них и оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Да, она действительно работала на Первом канале, но она сегодняшним поступком 100% искупила свою вину, потому что это поступок, который грозит ей 15 годами тюрьмы. Она не побоялась, она вышла, заявила свой протест, покаялась, да, можно так сказать. Поэтому я считаю, что это нужно поддерживать, если мы хотим, какого-то раскола элит. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал поступок Марины Овсянниковой хулиганством. По его словам, в Кремле это не обсуждается. Кремля Дмитрий Песков,